МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня есть друзья. Они такие разные. Но у нас с ними много общего. Они очень веселые, общительные, любознательные. Любят играть и превосходно плавают. Они такие смышленые. Это одни из самых умных существ на планете. Этот ролик рязанские активисты, общественные деятели и просто видные в городе люди сняли по примеру европейских защитников дельфинов. Каким образом Рязань связана с дельфинами? Это понятно, к нам нередко приезжают передвижные дельфинарии. Прийти посмотреть на диковинных зверушек хотят многие. Между тем, перед открытием очередного дельфинария в Рязани все же собралась инициативная группа. Биологи и защитники природы развернули акцию против гастролеров. Сегодня здесь мы проводим массовый пикет против использования морских млекопитающих в индустрии развлечений в дельфинариях, в частности, в передвижных. Еще до приезда передвижного дельфинария в Рязань вокруг аттракциона разразилась шумиха. Посыл инициативной группы за закрытие передвижных дельфинариев. Специалисты утверждают, содержание млекопитающих в неволе пагубно отражаются на физическом состоянии животных. Насколько весомы заявления активистов? К сожалению, за красивой картинкой часто скрывается не совсем приятная правда использования животных для извлечения прибыли. Зоозащитники утверждают, дельфины содержатся в плохих условиях, ненадлежащие кормление, транспортировка и очистка воды. Чтобы людям было безопасно посещать дельфинарии, владельцы сильно хлорируют воду. Это очень опасно. Дельфин может от такой воды ослепнуть. Чтобы создать животным комфортные условия, для этого должна быть комфортная среда. Среда для них в данном случае вода является. И вот круглосуточный надзор за водой идет. Там есть некоторые показания, ни для кого не секрет, искривотить не собираешь, что мы там добавляем хлор в воду. Но могу сказать, что водоканал тоже добавляет хлор в воду, для того, чтобы мы с вами ничем не заболели. То же самое с животными происходит. Моя коллега Наталья Новикова пообщалась с руководителем проекта дельфинарии и напрямую поинтересовалась у него, как он отреагировал на подобные выпады рязанских активистов. Ну, если честно, это уже старая песня. Это уже длится, наверное, второй год, что в каком-то городе с десяток людей, скажем так, единомышленников, считающих то, что дельфины содержат в непригодных условиях, то, что какие-то требования выставляют. Буквально вчера перед представлением они незаконно пытались сделать митинг, то есть в количестве четырех человек, после чего их забрала милиция, они убезли всех. Пытались сделать митинг, то, что вот освободите живот, освободите дельфина. То есть с людьми, если честно разговариваешь, пытаешься настроить какой-то диалог, приглашал я их тоже в студию, давайте репортаж сделаем, пообщаемся. Ну, как-то желания нет. Какие цели и задачи преследуют, ну, совершенно непонятно. То есть, ну, что вы хотите, что вы в итоге добиваетесь, я спрошу. Чтобы мы куда животных дели, если, по вашему мнению, у нас к ним плохое отношение. Выпустили в море, это невозможно. Животные, которые рождены в неволе, которые пробыли в неволе с десяток лет, но они не адаптируются, они погибнут в ближайшую неделю, потому что они не найдут себе пропитание. Они утверждают, есть центры реабилитации, которых можно выпустить животных, они побудут в центре реабилитации, потом их выпустят в море. Абсолютно, значит, могу заявить точно, что ни одного такого центра реабилитации нет, и ни одного нет случая, чтобы животное выпустили в море, и он там остался живой. Тем временем специалисты Рязанской городской ветеринарной станции провели проверку дельфинария. На сайте ведомства сообщается, условия содержания животных удовлетворительны. Корм приобретаются у рязанских поставщиков с наличием ветеринарных сопроводительных документов. А анализы на туберкулез, лептоспироз, сальмонеллез, взятые у животных, отрицательные. Однако зоозащитников это не успокоило. Они считают, что сам принцип содержания морских млекопитающих в неволе негативно на них влияет. Есть исследование, что в естественных условиях дельфины живут в 3-5 раз больше, чем в неволе. Биологи поддерживают эту позицию. В природе дельфины проплывают до 160 километров в день, а в неволе они зачастую живут в очень маленьких бассейнах. Дикие дельфины могут находиться под водой до 30 минут. Они обычно проводят лишь 10-20% времени на поверхности воды. Но поскольку бассейны очень маленькие, они вынуждены проводить больше половины времени на поверхности. Специалисты считают, что именно по этой причине у большинства дельфинов в неволе ослабевают спинные плавники. Для того, чтобы содержать морских животных в неволе, им нужно создать такие условия, в которых они привыкли существовать в естественной среде. Это значит, что вода в бассейне должна быть морской и всегда безупречно чистой. В бассейнах чистота поддерживается с помощью хлора, сульфата меди и прочих едких химикатов. Из-за этого многие дельфины плавают с закрытыми глазами. Из-за слишком большого содержания хлора в воде у дельфинов может слезать кожа. Для всех зоозащитников шоком, наверное, стало обнаружение двух краснокнижных дельфинов Афалин в поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края. Животные были найдены в заброшенном коровнике, в силосной яме, в грязной воде промерзшей. Все в язвах, истощенные. Они были спасены и в данный момент проходит реабилитацию. Прецеденты, когда дельфинарии закрывали в других городах, были. Но произошло это после прокурорских проверок. У нас аттракцион отработал от и до. Затем свернулся и направился дальше покорять своего зрителя. По сути, неважно, жил ли когда-то дельфин на воле или не знает, что это такое. Для него все, что происходит в дельфинариях, является неестественным. За последние два года волна протестов сопровождает приезды и передвижения дельфинариев в города России. В частности, в городах и Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске, Белгороде были инициированы проверки в надзорные органы, были поданы заявления. Выявлены множественные нарушения. И, например, в Санкт-Петербурге дельфинарий был закрыт и оштрафован. О том, какой непоправимый вред здоровью психике наносится в условиях неволе, многодневных переездов, в тесных контейнерах, недостатка движения этим диким и развитым животным, которым приходится буквально выживать, выполняя несвойственные их естественному поведению трюки за еду. Само это явление вызовет ужас у любого сознательного человека. Но пока есть, кому показывать экзотических животных, кто хочет воочию понаблюдать за тем, как одно из умнейших созданий на планете прыгает через обруч за рыбку, такой бизнес будет существовать. И очень жаль. В наших силах остановить это. Вернуть им утраченную свободу. Прошу, подарите моим друзьям свободу. Ведь у нас есть возможность увидеть их в естественной среде свободными. Мы – самая большая угроза. И единственная надежда. Единственная надежда. Единственная надежда. Единственная надежда. Наша любовь – их свобода. Друзья, хочу рассказать вам историю, которая случилась с моей семьей в августе 2015 года. Может, кто подскажет, как нам быть? 24 августа моей маме стало плохо. Поднялась высокая температура. Тогда мама сама вызвала скорую помощь Рыбновской ЦРБ. Но диспетчер скорой ответил, что на такие пустяки не выезжают. Тогда мама позвонила участковому терапевту, но он назначил лечение по телефону. Маме становилось хуже, и тогда было принято решение своим ходом добраться до больницы. Пока нашли машину, времени много прошло. И когда все-таки нашли и привезли ее в больницу, то срочно вызвали скорую с Рязани. И маму отвезли в ОКБ. Когда врачи осмотрели маму, они пришли в ужас. Ее срочно положили в реанимацию, и она впала в кому. 1 сентября в 13.35 ее сердце остановилось. Но на этом ужас наш не закончился. Когда мы приехали за ней в морг, то нам не вернули ее личные вещи и золотые украшения. Когда мы обратились с этим вопросом главврачу, то он сказал «Обычная ситуация». На мой вопрос, что, мол, маму голую везли 70 километров, он лишь улыбнулся и ничего не ответил. Позднее, 10 сентября, мы с братом написали заявление в полицию. Они приняли их, выдали квиточки, и все. Потом позвонил участковый и сообщил, что наши заявления и дело передали в Следственный комитет Рязани. И все. С тех пор полная тишина. И что теперь делать? Может, кто подскажет или даст дельный совет? Помогите. По правде сказать, мы не смогли пройти мимо этой истории и связались с ее автором Кристиной. Девушка со своей семьей проживает в Брянске. Ее мама, Любовь Болотова, вместе с супругом обосновались в селе Токарево, в Рыбновском районе. Жили они расписанными, а детей общих не было. Но за 8 лет они наладили свой быт, купили трактор и обзавелись скотом. Заработок всегда был. Любовь трудилась социальным работником, помогала жителям своего села и соседних поселков. В общем, была добрым и порядочным человеком. Началось все с мая. В мае приболела. Обратилась к участковому врачу Валешина. Вот, тот направление дал сдать анализы, флюорографию. В общем, все оказалось положительное. Флюорографии хорошие, анализы все хорошие. Обратилась, чем в горле першило. Ну и нет, нет температуры. Поднималась. Ну, доктор там прописал какие-то лекарства. Все это пролечилось. Вроде нормально все. А в конце августа, 24-го, температура поднялась высокая, 39 там с лишним. Вот. Ну, я говорю, давай скорую позвоним. Ответил диспетчер. Я говорю, так и так, у женщины плохо, температура высокая, кашель. Вот. Я говорю, приехать надо. А они мне заявили, мы на температуру не выезжаем. На температуру не выезжаем. Получить такой ответ в августе, когда ни о каком пике сезонной заболеваемости речи не идет, для супругов было полной неожиданностью. Ведь любовь нет да нет и сама выполняла функции, как минимум медсестры. Помогала людям, чем могла, чтобы те лишний раз не беспокоили врачей. Затем последовал звонок участковому терапевту Гусеву Юрию Николаевичу, который параллельно занимается депутатской деятельностью в Совете депутатов муниципального образования Алешинское сельское поселение Рыбновского района. Позвонил участковому врачу, объяснил ситуацию, что опять такие же симптомы, что опять першение в горле, температура высокая. Но он прописал, он не прописал, а посоветовал. Там такие-то лекарства записали, попила, температура стала спадать, вроде какое-то облегчение, все. На следующий день уже с утра вроде более-менее. А к вечеру опять хуже-хуже, опять высокая температура, никакие эти жаропонижающие не стали помогать. Когда женщине стало совсем нехорошо, пришлось искать машину, чтобы добраться до Рыбного. Оттуда, на скорой, ее срочно отправили в областную клиническую больницу. Потом я с ней созвонился, она мне сообщила, что везут ее в ВКБ, в Рязань, что двухсторонний воспалин в жестких. Ну, на этом наш разговор закончился. Вечером позвонила медсестра, ну, и сообщила, что ваша жена находится в коме, в общем, под аппаратом искусственного дыхания. Ну, и через шесть дней, не приходя в сознание, скончалась. Никто и представить не мог, что у Любы выявят двухстороннюю пневмонию. От ее легких практически ничего не осталось. А ведь процедуру флюорографии она проходила меньше полугода назад. И тогда все было хорошо, никаких симптомов. Просто что-то в организме женщины, которой из 45 не было, в один момент надломилось. Ну, и потом дети писали заявление, вот, в двух экземплярах от дочери от сына, чтобы разобрались, почему скорая так себя ведет. Ну, пока ни ответа, ни привета. В общем, единственное, что участковый со мной связывался, вот, ну, спрашивала, что, как произошло. Ну, и когда забирали тело, в общем, там некоторые вещи не отдали, сказали, что, да, она к нам практически в Олдой поступила. О том, что людей на подстанциях скорой помощи катастрофически не хватает, ни для кого не секрет. Меньше года назад моя коллега, Алена Куколева, разбиралась с этой темой. Она проинспектировала Рязанскую станцию СМП номер один. Там с ней откровенно побеседовали сами сотрудники. А со стороны государства, наверное, немножко надо пересмотреть вообще отношение к работе скорой помощи. Ее нельзя сравнивать ни с одним медицинским учреждением, да. Ведь на скорой помощи адрес принимаешь, ты же не видишь, что там тебя ждет за дверью. Бригада приедет, откуда ты знаешь, да, как и что. А в последнее время, я считаю, идет вообще развал всей медицины. В связи с тем, что мало очень медработников, мало врачей, мало фельдшеров, выездная служба может в ближайшее время выезжать либо с одним фельдшером и водителем, либо врач и водитель. Вот что это будет вообще тогда, вообще непонятно. А наше государство, оно об этом не задумывается, да. Они, соответственно, лечатся в замечательных учреждениях, в хороших учреждениях. А как наше население лечится, никого, мне кажется, это не волнует. Мы попытались связаться с участковым врачом Лидией Болотовой, Юрием Гусевым. Само собой, времени на запросы у нас не оставалось. И протокол позволил нам лишь пообщаться с ним по телефону. Но даже этого нам не удалось сделать. На месте доктора не было. В тех случаях, когда люди сталкиваются не со своевременным или некачественным оказанием медицинских услуг, речь идёт о непредоставлении услуги, которая порой может привести, в том числе, к смерти, как мы видим. Разбирательство будет, я думаю, и подключение адвоката, наверное, заставит по-другому посмотреть следственное управление на то, что произошло. Ясно, что не в идеальном состоянии медицина и в Рязани, и в Рязанской области, или в Рыбномском районе возможно. Но если что-то случилось, надо выяснить до конца, в том числе родственникам, и не бросать данное дело. Понятно, что проблем хватает везде. Только вот модернизация медицинской отрасли сказывается на россиянах весьма пагубно. И с каждым годом становится только хуже. Федеральные СМИ об этом трубят на региональном уровне, а в этой проблеме стараются умалчивать. А местные руководящие чиновники только стройками и занимаются. Стройками медицинских учреждений. А что строить, если работать там некому? Вот и Андрей Борисович не нарадуется скорому возведению в регионе новых медучреждений. Каждый раз радуется, возвращаясь в пустой дом, где его с такой же радостью встречают целых три кошки. И фотографии улыбающейся Любы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова